Добрый день, дорогие зрители! Сегодня мы на православном канале Экзегет Продолжаем наши беседы о Библии, о Священном Писании, о Святой Земле И вот поводом для сегодняшней беседы послужил вопрос одного из зрителей о том, кто такие филистимляне Филистимляне — народ, который неоднократно упоминается в Библии, там около 300 упоминаний присутствуют о филистимлянах И, в общем, это действительно один из народов, который достаточно часто и много фигурирует в священной истории Ветхого Завета Поэтому возникает вопрос, кем же были эти филистимляне, откуда они взялись И вот таким образом мы с вами, получается, продолжаем такой несколько спонтанно возникший цикл бесед О народах Библии, о народах Святой Земли Тех народах, которые оставили свой вклад в историю священной земли На которой произошло воплощение Богослова, по которой ходил Господь наш Иисус Христос И на которой произошло и совершилось множество других весьма примечательных событий Нашедших отражение как в священном писании, так и в священном предании и церковной истории Поэтому, конечно, здесь невозможно обойти своим вниманием и вот такое явление, как филистимляне Итак, кем же были эти самые филистимляне, откуда они взялись, какую роль сыграли в истории землеобетованной и избранного народа Божия Ну, постараемся сейчас хотя бы кратко в общих чертах нанести вот такой вот эскизный портрет этого народа, его роли в священной истории Итак, буквально, на самом деле, вот это слово филистимляне, это слово еврейского происхождения В оригинале оно звучит как плештим Плештим буквально означает, может быть, переведено как вторгшиеся, пришельцы, чужаки Исследователи также отождествляют этот народ филистимлян с упоминающимися в иероглифических надписях Египта Есть древние египетские хроники, в которых описывается, как египтяне вынуждены были отбиваться от вот этих пришельцев Которых они называли народами моря Ну, и поскольку сохранились такие брельефные изображения этих воинов, этого народа То можно судить, что по своему вооружению они, безусловно, напоминали вот то, как мы себе представляем древние греческих воинов той эпохи Они носили такие шлемы с высокими, грибневидными такими украшениями, по всей вероятности, из конского волоса, с такого четины Ну, то есть то, как обычно мы с вами привыкли, опять же, по изображениям уже из всевозможных древнегреческих источников Представлять себе то, как выглядели воины Древней Греции И, по всей вероятности, действительно, эти самые филистимляне являлись осколком так называемой эгейской цивилизации Дело в том, что вот эта цивилизация, которая объединила, как сейчас принято это считать, критскую, древнекритскую цивилизацию Критскую культуру и культуру мекенскую В XII веке подверглась, ну, таким революционным и сокрушительным изменениям Эти изменения историки называют катастрофой бронзового века Вот то прекрасное общество, которое было создано на Крите, было создано на материковой Греции, на островах И отчасти в Малой Азии, куда тоже распространилось эллинистическое вот это влияние Это такая была действительно очень изящная, очень развитая такая культура Памятником которой, в частности, для нас остались такие великие эпические произведения Как поэмы Гомера, Илиада и Одиссея Все они повествуют о событиях, которые отделены от времени жизни Гомера Достаточно продолжительным периодом времени, порядка пяти, может быть, даже семи веков И относятся как раз-таки к времени расцвета этой самой мекенской цивилизации, гейской цивилизации Когда люди умели делать великолепные, прекрасные изделия из бронзы Умели изготавливать из этой же бронзы оружие, орудия убийства Умели изготавливать колесницы, научились строить корабли, которые позволили им распространить свое влияние по всему По крайней мере, Средиземному морю, которое составило центр тогдашней Айкумены То есть тогдашнего реала распространения, как сами греки считали, цивилизованного человечества Но вот эта прекрасная и развитая культура в одночасье вдруг под влиянием каких-то таких вот событий, факторов Уходит с исторической арены Ну, есть много различных предположений о причинах, которые вызвали эту самую катастрофу бронзового века Однако, представляется, что немаловажную роль в этом играл, ну, собственно, сам духовный характер этой культуры Дело в том, что даже судя по сохранившимся эпическим памятникам, таким как Илиады и Одиссея Эта культура, во-первых, была действительно очень воинственной Фактически герои этой культуры были заняты тем, что истребляли друг друга Истребляли друг друга в постоянных междоусобных сражениях, войнах И, видимо, в какой-то момент это привело к такому, но существенному оскудению вообще ресурсов этой микенской цивилизации Гомер описывает вот это сражение под Троей, как какое-то такое величайшее и много лет длившееся сражение В котором сложили свои головы многочисленные герои древней Эллады и древней Трои А также и множество рядовых воинов То есть те масштабы войн, которые велись вот в этот Гомеровский век, в век Илиады и Одиссеи Они, конечно, говорят о таком значительном уничтожении ресурсов общества Вот в таких вот междоусобных войнах, в постоянных захватах Когда война, собственно, велась даже не столько по каким-то, может быть, экономическим причинам Сколько как война ради войны, как такая форма языческого священодействия Как форма жертвоприношения, уничтожения одних людей другими И таким образом принесением погибших в жертву этим их кровожадным И таким же жестоким богам, какими были и те, кто им поклонялись Итак, это одна из возможных, вероятных таких вот причин То есть общество древней Греции, общество древней вот этой вот эгейской культуры, критомикенской Было разрушено не только и не столько, видимо, какими-то катаклизмами Которые тоже имели место в то время Не только какими-то причинами внешними Но в первую очередь, вероятнее всего, причины эти были внутренние Цивилизация разрушила сама себя изнутри И в какой-то период наступили так называемые темные века античной цивилизации Прежде такое, ну вот, понятное с выстроенными экономическими связями общество Начало разрушаться, разваливаться В разных местах происходили процессы, когда возвышался какой-то другой Другие племенные союзы, образования, народы И вот одним из как раз-таки таких вот, как мы уже говорили, осколков Этой блистательной цивилизации Воинственной жестокой цивилизации И в той же времени развитой и в отношении создаваемых им предметов искусства И творчества, по всей вероятности, эпического наследия Вот как раз-таки оказалась вот такая ветвь, которая получила название филистимлян, народов моря Их преимущество состояло в том, над окружавшими их народами Что филистимляне были одним из первых народов, который перешел от бронзового века к железному То есть начал использовать вместо бронзового оружия, бронзовых орудий Уже предметы войны и труда, изготовленные по новой технологии Изготовленные из железной руды и подвергшиеся вот такой вот обработке В результате которой из нее удавалось получить сталь Железо, сталь И, конечно, это было таким очень большим и серьезным технологическим прорывом того времени Железо по сравнению с бронзой, с медью, конечно, было намного более твердым, прочным и не так быстро стареющим материалом С одной стороны, конечно, очевидно, ну вот та пропасть, которая отделяет культуру раннего железного века От развитого бронзового века Это очень хорошо видно в некоторых музеях Например, вот в Стокгольме, в Швеции есть замечательный совершенно музей истории и археологии С потрясающей экспозицией И вот когда знакомишься с нею, то просто, конечно, возникает настолько очевидное ощущение того варварства Которое пришло на смену утонченной и великолепной культуре Хотя речь идет, в общем, о таком удаленном регионе, как Скандинавия Насколько прекрасны были и утонченными были изделия из бронзы И не только изделия из бронзы, но и, собственно, и вся остальная живопись на чашах, посуда Какие-то ритуальные предметы, которые изготовлялись в то время, украшения Настолько тонкое искусство их отличает, такое мастерство И если сравнить это с теми предметами, которые пришли на смену той культуре в период Железного века То, конечно, возникает ощущение просто какого-то нашествия варваров Когда все, что они делают, является таким довольно грубым И лишенным прежнего изящества, утонченности Того мастерства, которое, казалось бы, совсем недавно еще процветало в этих же местах И оно абсолютно неизвестно, куда вдруг исчезает На смену вот этому утонченному более, но такому жестокому веку Приходит также, так сказать, жестокое племя Но отличающееся намного таким большим варварством И намного более таким низким уровнем, в принципе, культуры, которое оно с собой несет Но, тем не менее, филистимляне, которые вторглись в XI веке на территорию земли обетованной Были, в общем-то, народом, который вот в таком технологическом отношении И в отношении воинских каких-то преимуществ стояли намного выше, чем то израильское население Также, конечно, активное, которое вот всего лишь за сто лет до этого сумело отчасти Ну, в побольше, по крайней мере, части покорить себе землю обетованную Под руководством Иисуса Навина, ближайшего сподвижника и преемника Моисея Но, не успев до конца даже покорить то хананское население, которое здесь существовало К моменту прихода евреев, их возвращения из египетского плена Евреи сталкиваются с новой угрозой, с новой опасностью с вот этими самыми филистимлянами У филистимлян были железные колесницы, которые, конечно, просто разносили в щепки легкую конницу А и в основном пехоту, из которой состояли войска евреев И имели вот то самое железное оружие, рядом с которым бронзовое вооружение евреев Ну, было, конечно, просто детскими игрушками Совершенно невозможно фехтовать, в принципе, бронзовым оружием Оно создавалось для того, чтобы наносить колющие, режущие удары Для того, чтобы метать копья, дротики, стрелы Но отнюдь не для того, чтобы рубиться, как это часто показывают в фильмах Вот в таком ближнем бою, в таких кровопролитных, как бы, схватках Оно, бронзовое оружие, оно достаточно такое хрупкое, мягкое А при столкновении с железом, оно очень, в общем-то, быстро и легко ломается Крошится, разлетается на части И, конечно, вот евреи, вооруженные этим бронзовым оружием Очень сильно проигрывали вооруженным железом филистимлянам Поэтому им пришлось оставить самые такие плодородные Самые пригодные для и земледелия, и, в первую очередь, торговли области В первую очередь, долину Шфева, Саронскую долину Которая тянется вдоль побережья Средиземного моря И это, с одной стороны, область, которая очень удобна для земледелия А, с другой стороны, это место таких традиционных, многолетних, многовековых Торговых, караванных путей, связей То есть побережье Средиземного моря Это доступ к любой и ко всей практически торговле со всем окружающим миром Поэтому, утратив доступ к побережью Средиземного моря Евреи оказались откинуты, ну, можно сказать, со сцены цивилизации Куда-то на ее задворке превратились в племя таких вот пастухов Которые где-то там в горах пасли свои стада И вели партизанскую войну, достаточно малоэффективную, против филистимлян Вот так выглядела эта ситуация, когда филистимляне вторглись в землю обетованную И основали там, ну, вернее, создали там коалицию с пяти городов Дело в том, что филистимляне, они тоже не стремились к тому, чтобы создать какое-то единое общее государство Они жили по принципу древнегреческих городов-полисов Им принадлежало пять основных таких поселений, пять городов, которые упоминаются в священном писании Это Ашкелон, он же Аскалон Это Азот, как он называется в Библии, более известный сейчас, носящий название Аждот Это Геф, Экрон, ну и та самая Газа, которая тоже у всех на слуху благодаря сектору Газы Некоторые, правда, думают, что это какой-то газ Но это не газ, который в этом секторе пребывает, а это сектор, который относится к древнему городу Газа Городу, который оказался в руках филистимлян И надо сказать, что филистимляне прекрасно видели и понимали причину своего превосходства над евреями Поэтому мы видим в тексте священного писания, что они пытались всячески сохранить свою монополию на производство железа Священное писание пишет, что в те времена, в эпоху судей, когда велась вот эта напряженная, но, к сожалению, скорее была так партизанская война С вот этими филистимлянскими захватчиками и завоевателями У евреев совершенно не было кузнецов И когда у кого-нибудь выходил из строя лемех или нужно было подковать лошадь То они со своей нуждой вынуждены были идти в селение филистимлян И там у местных кузнецов уже полностью удовлетворять свои потребности в железе Которое, как евреи быстро убедились, оказалось намного более удобным, выгодным и технологичным Чем прежде использовавшееся ими бронзовое орудие О том, какое это имело влияние на вооружение иудеев Свидетельствует тот же библейский факт, который говорит о том, что во всей армии Израиля Было всего два железных меча Они принадлежали первому царю единого царства 12 колен Саулу и его сыну Иоаннафану Впоследствии такой же железный меч, как выдающийся замечательный трофей Захватывает Давид, когда поражает филистимлянского великана Голиафа При помощи всего лишь простой прощи, оружия пастухов Которым он привык отгонять от своих стад медведей, львов и волков И вот здесь, укрепляемый силою Бога Вышнего, Бога Истинного Он идет против этого вышедшего, гордо поносящего Бога Израилева Необрезанного язычника, который клянется своими идолами, надеется на их помощь Но Давид побеждает его, захватывает этот меч И как трофей приносит его в святилище иудейское, в дом священника Авиафара Но затем забирает, когда вынужден начать уже собственную войну И такое, вернее, как бы оборонительные действия от бывшего своего покровителя, царя Саула И таким образом, конечно, израильская еврейская армия была намного слабее Пусть и многочисленнее, но тем не менее слабее, чем сравнительно с ними малочисленное войско филистимлян Однако, с помощью Божией, еще и до того, как овладела технологией производства железа Сделала своим достоянием, умела наносить филистимлянам серьезные и существенные поражения Силу своего духа Это в первую очередь относится к деятельности судьи Самсона Вождя также народа Двенадцати колен, его судьи Который отличался от такой непомерной для человека силы Благодаря той благодати Божией, которая жила в нем И укрепляла его, соответственно, с задачами того времени В которой жил и действовал этот знаменитый вождь Израиля Которого иногда как-то вот так сравнивают с древнегреческим Гераклом или римским Геркулесом Но, в отличие от этих языческих героев Самсон, хотя и впадал в какие-то слабости и грехи Был именно служителем Божиим Один из первых примеров назарейства То есть человека, посвятившего себя Богу И, в частности, не стригшего и не брившего волосы на своей голове Как мы знаем, Самсон совершил множество описанных в священном писании В книге судей подвигов Но в какой-то момент, благодаря коварству своей филистимлянской любовницы Был схвачен, острижен, лишен своей вот этой особенной силы Брошен в плен, в темницу, ослеплен Но, правда, последним своим деянием поквитался захватившими его филистимлянами Разрушив дворец, в котором они собрались для очередного своего празднования И уничтожив собравшуюся такую верхушку там филистимлянских вождей Кем были филистимляне по своей религии, по своему исповеданию? Ну, известно, что, безусловно, конечно, они были язычниками Характер их язычества был, по всей вероятности, близок к тем хананским народам Которые они своим вторжением объединили и возглавили Язык их, похоже, тоже был достаточно близок к хананскому языку По крайней мере, образовалась такая смесь Между языком филистимлян и языком местного населения Которая сохранялась вообще еще в каких-то таких небольших этнических группах До III века, до Рождества Христова Язык этот стал называться Аскалонским или Азотским По имени тех городов, в которых в основном проживали филистимляне Но изначально, по всей вероятности, филистимляне в значительной своей части Были выходцами из древнего острова Крит По крайней мере, последние исследования ученых приводят их к такой мысли Что по своему генетическому происхождению, по своему составу По всей вероятности, значительную часть филистимлян составляли так называемые теокритяне То есть первоначальное население Крита Затем уже они освоили производство железа И отправились на завоевание в различных других уголках света В том числе и в Палестине Что касается религиозных представлений, тех идолов, которым они поклонялись То известно, что главным их божеством являлся Дагон Его изображают как такого Это изображение вполне подошло бы, может быть, нам на празднование Дня Нептуна Это такая фигура, которая до пояса представляет из себя человека С бороду и в короне, а ниже пояса имеет рыбий хвост Но в отличие, так сказать, от современных празднований Нептуна Праздники филистимлян, похоже, отличались намного большим кровопролитием и жестокостью Дагону, по всей вероятности, приносились человеческие жертвы И культ этот, как вообще культ и филистимлян, да и ханаанцев Был достаточно тоже жестоким Также, помимо Дагона, они поклонялись божеству Тоже вот этих семито-ханаанских народов Которого нам называли Баал-Зибуб Этот Баал-Зибуб тоже представлял из себя Ну, он нам сейчас больше известен как Вель-Зевул И представлял из себя тоже такую человекообразную фигуру С головой быка Либо, возможно, просто быка Это древний очень такой культ, который существовал еще на Крите Культ быка И в таком виде верховное божество Почиталось очень многими народами По всему Средиземноморью и по всей Азии Это такой, конечно, образ распространенный Ну, и также третьим почитаемым божеством Была жестокая богиня Астарта Тоже такое божество под разными исходными именами Почитаемое на очень широкой территории Это, с одной стороны, богиня любви Богиня подородия И в то же время Очень такая жестокая богиня И опьянение, и мщение И, в общем, такая очень страстная фигура Беспокойная Которая очень много, так сказать, в мире богов Производит всевозможных вот таких вот Сотрясающих основы бытия этого мира событий Вот, по всей вероятности, жестокие идолопоклонники-филистимляне Как могли, объединяли вокруг себя и ханаанское население И противостояли древнему Израилю На долгие века, на долгие годы Сделавшись главным противником древних евреев Главным противником почитателей бога истинного С которыми борется Израиль на протяжении всего практически периода Который описан в книге Судей Это порядка, наверное, 300 Ну, по разным оценкам, или 200 лет С именем филистимлян Также связано неудачное восстание евреев Которые они предприняли во времена первосвященника Илия Это восстание собрало под свои знамена Практически все колена Израилева Значительную такую по тем временам армию Вызвало очень большой подъем, очень большое воодушевление В еврейской среде Его благословили сыновья первосвященника Илия Которые даже принесли на поле боя ковчег Завета Сражение, которое было поднято при первосвященнике Илии По всей вероятности в конце 11-го или начале 10-го века Закончилось страшным разгромом объединенного ополчения Объединенного войска 12 колен Израиля Произошло оно на месте, называемом Авек-Езер Это сейчас, по крайней мере, считается Что это такая возвышенная часть Которая лежит в стране Которая лежит между Соронской долиной Где, собственно говоря, и жили филистимляне И Иерусалимом Вот как раз-таки тот горный подъем Который ведет непосредственно к Иерусалиму Войско 12 колен было перебито или рассеяно Убиты сыновья первосвященника Илия Захвачен ковчег Завета в качестве трофея Поставлен перед святилищем Бога Дагона Но, однако, вот этот трофей, эта победа Не принесла филистимлянам того ожидаемого благополучия На которое они надеялись, разбив войско Своего главного геополитического противника Во-первых, идолы, как говорит Священное Писание Которые находились в храмах, куда привозили ковчег Завета Падали на лице свое Перед священной славой ковчега Разбивались, сокрушались А на жителей городов, которые передавали друг другу Этот ковчег из одного города в другой Обрушивались всевозможные напасти Какие-то страшные наросты, которые появлялись на их лицах, их телах Нашествие мышей, грызунов В общем, какие-то такие совершенно страшные казни Подобные казнями египетским Так что они вынуждены были обратиться уже за совету К своим недавним противникам Те посоветовали им принести, сделать приношение из золота В форме как раз тех язв, от которых они страдали В тех городах, куда был принесен ковчег Завета Положить их в ковчег Сам ковчег поставить на телегу Запрячь ее телицей Эту телегу И отправить туда, куда сама эта телица придет Телица пришла как раз таки в окрестности города Вевсамис Или Бетшемиш И остановилась как раз таки неподалеку от селения Кириат и Арим Кириат и Арим Как его называет Библия И на долгие, примерно 50 лет До уже такого воцарения Давида Этот ковчег пребывает в таком, в общем, конечно, уже полузабвении Некоторым таком непряжении В доме этого благочестивого человека в Кириат и Арим И, в общем, таким образом Израиль лишается одной, ну, своей такой, в общем, наверное, главной святыни Конечно, это произошло не просто так, а по попущению Божию Неоднократно Господь пытался воззвать к первосвященнику Илью Для того, чтобы он исправил нравы своих сыновей Как мы знаем из священного писания, сыновья первосвященника Илья Вели себя, ну, совершенно неподобающим для священников Бога истинного, единого Бога образом Они не соблюдали заповеди закона Моисеева Напротив, всячески их нарушали Отличались крайним неблагоговением Могли выбрать из жертвенных блюд Любой понравившийся им кусок Еще до того, как было совершено жертвоприношение Более того, ввели в святилище Бога истинного Ну, такой отвратительный обычай Который существовал как раз-таки в храме богини Иштар И в других астарты филистимлян И в других вот таких вот местах и храмах И явлениях, которые назывались священной проституцией Оно состояло в том, что такие вот жрецы и жрецы любви Приносили свое тело в жертву храму Любой человек мог совокупиться с такими священными проститутами или проститутками А оплату за полученное, так сказать, удовольствие он оставлял на храм Вот такое было совершенно безобразное явление среди язычников Здесь же сыновья первосвященника поступали несколько проще, но не менее безобразно Они просто выбирали из тех женщин, которые приходили помолиться святилищу в село Любую понравившуюся женщину, отзывали и совершали с ней бододеяния И таким образом, конечно, вступили в незаконное соединение с очень многими женщинами Тогдашнего народа израильского и народа боголюбивого Народа, стремившегося сохранять и соблюдать заповеди Божии Но встречавшего вот такой пример развращения там, где должны были встретить святости, высоту жизни За это такое фактически языческое поведение, за сквернение святилища Божия Священной Скинии, собрания в Силоме, в Шело Господь, неоднократно прежде предупредив первосвященника Илия И после того, как он не делает ничего для того, чтобы эту ситуацию исправить Вот Господь таким тяжким образом наказывает и самого первосвященника, и его сыновей Которые падают от мечей филистимлян А ковчег оказывается в плену И весь народ Израиля, весь народ двенадцати колен Первосвященник Илия, как мы знаем, получив известие о гибели своих сыновей и пленении Ковчега Завета, падает навзничь с своего седалища, на котором сидит Ломает себе шею, позвонок, поскольку он был человеком тучным Замертво падает от этого страшного известия перед вратами Скинии в Силоме Перед вратами святилища, которое там находилось Но постепенно все-таки народ Израиля, он находит в себе духовные силы Для того, чтобы победить и свои немощи, свои собственные недостатки И победить своего страшного врага Во многом как раз-таки разгром при Авеке и Зере приводит к тому, что Двенадцать колен, собравшись, приходят к заменившему Илия Первосвященнику, пророку Самуилу с требованием, чтобы тот поставил им царя, как у других народов Ну, поскольку, к сожалению, и сыновья самого Самуила также не могли похвастаться чистотой И вот они, то есть жители Двенадцати колен, решают, что настало время для того, чтобы отойти от той теократии, в которой они пребывали От управления непосредственно Богом, посредством судей, своим народом К тому, чтобы у них также был свой собственный царь, который водил бы их в битву Входил и выходил перед ними, как у прочих народов Ну, Господь решает поступить согласно их просьбе На царство оказывается помазан никому неизвестное уроженец колена Вениамина Саул, человек сильный, красивый, с задатками лидера, полководца, будущего царя И он-то и воцаряется над двенадцатью коленами Израиля И также в течение многих лет ведет напряженную войну со своими главными врагами филистимлянами Одерживает множество прекрасных побед И, к сожалению, последняя его компания Уже в то время, когда царь Давид превратился из юношей в мужчину Готового принять на себя время царства Вот в это самое время Саул со своим сыном Иоаннафаном погибают в бою в горах Гелвуйских Которые сейчас чаще называются Гильбоа А их головы, их вооружение приносят в качестве трофеев в храм богини Астарты В Скифополе, Бейтшиане О котором мы с вами тоже рассказывали в одной из наших бесед Которая как раз была посвящена древнему городу Бейтшиан и Скифополе Царем становится Давид И вот он-то уже, можно сказать, наносит такой решающий удар По могуществу филистимлян Он вооружает свою армию железными мечами Он полон Духа Божия И он сумел довести это дело Но если не до конца, то, по крайней мере, в значительной степени Ослабил могущество своих вековых врагов Его сын доканчивает остальное Также заводит армию с мощными боевыми колесницами Ну а окончательное уже конец владычеству филистимлян на Святой Земле Наступает с завоеванием ее войсками Осирии, Вавилонии И после этого филистимляне практически сходят с исторической арены Их место занимают финикийцы или сиро-финикийцы Которые захватывают их прежние города Делают в них свои торговые колонии И, в общем, достаточно долгое время продолжают торговать Теми предметами, теми товарами, которыми прежде торговали филистимляне Обогащаться таким образом И, в общем-то, воспринимают, к сожалению, и нечестие своих предшественников на этой земле С завоеванием Александра Македонского филистимлян практически не остается вовсе Они продолжают сохраняться уже в таком смешанном виде В каких-то небольших общинах по побережью Средиземного моря Их язык оказывается практически забыт, утрачен И филистимляне сходят с сцены истории, оставив на ней только лишь свое имя Поскольку название святой земли Палестина Это как раз-таки производное от имени филистимлян Это название, которое дали непокорные провинции Которая вошла в состав Рима Объединив и Иудею с Иерусалимом И остальные территории, остальные 12 колен Вот, тем не менее, римляне для того, чтобы подчеркнуть После того, как они победили евреев в поднятых ими восстаниях Для того, чтобы подчеркнуть, что земля эта отныне никоим образом не еврейская Они дают ей то древнее прозвище по именю древних народов моря Которые мы сейчас знаем в такой форме, как Палестина Палестина – земля народа Плештим Палестинцев, то есть выходцев, пришельцев из-за моря Тех, кто сохранил свое имя только в священном писании И в географическом названии Ну, Палестина называлась святая земля и в римский период И в византийский И, в общем-то, арабы тоже на свой лад переначали это название Называли Фаластин, эту землю, но тоже сохранили в нем память Этого древнего, гордого, непокорного, жестокого народа Который его еврейские, иудейские противники В течение столь долгого времени пытались победить Сбросить его иго с своей шеи И стереть любое упоминание об этом своем враге Но, тем не менее, и страна до сих пор носит имя Этого давно ушедшего в небытие народа И сейчас современные арабы называют себя палестинцами Хотя, конечно, по большей части Имеют весьма-весьма малые отдаленные отношения К тем, кто оставил святой земле Это свое историческое имя Внеси свой вклад, оцени, подпишись И поделись этим видео Субтитры создавал DimaTorzok